Ну что же, всем еще раз привет, второй раз за день. У нас сейчас начинается вторая игра сегодняшнего игрового дня Dream League Season 1. Последний игровой день второй недели, сейчас встретится с нами Cloud9 против Evil Genius, и давайте посмотрим ростеры. Ardiz, Fear, PPD Universe, Zai уже сегодня играли, это команда EG, ну и против них Cloud9, Eternal Envy, Pile I Die, Aoi, Sing Sing, Bone 7. Сразу я нажму, наверное, на вторую команду, это Cloud9, посмотрим их любимых героев, потому что у EG мы их уже видели. Ну вот, Патма, знаменитая Sing Singовская, Лайфстиллер, Луна, Чен и Бэтрайдер. Для тех, кто интересуется, Сашка Хвост уже ушел, поэтому его больше сегодня не будет в эфирах, слышно, а может еще подойдет, не знаю. Ну и я звоню Адеквату, и мы, наверное, начинаем смотреть за пиками. Алло? Руста. А, да-да-да, приветствую, приветствую еще разок. Да, уже нет, тут кваска, не переживай. Да, как вы там, разошлись по-мирному? Да, конечно, он меня позвал выпивать после стрима. Но это совсем другая история уже. Ну что ж, у нас начались пики второй игры. Cloud9 уже забанили Визажа и Никса, в то время как Evil Geniuses. Забанили Эмбера и Виспа, ну и ферст пик Нага-Сирена от Cloud9 и Бэтрайдер от Evil Geniuses. Что можешь сказать про Нагу? Ферст пик, именно ферст пик. У меня такое ощущение, что Cloud9 просто взяли Нагу, чтобы мне дать ее артизи. Вот-вот, какие ощущения. Вообще, что творилось? Нет, я вот... Го-го-го-го-го пишет Bone7, очень много раз он писал Го. Артизи, короче, по-моему, подшофе. Подшофе немножечко, он такой там... Такую ерунду нес в чате, в общем, совсем и ругался, и он очень хочет играть в лоту. Прямо же говорил Го по стартам, не будем ждать никого, погнали. Ну, он перед первой игрой так же себя вел. Я подозреваю, что это просто его такой характер. Ну, я не был с ним еще в одном лобби до сегодняшнего дня, так что особо не знаю. Как он себя ведет? В любом случае настроение, видимо, хорошее. Так, ну, Нага СФ. Пока прослеживает такое неплохое, скажем, комбо из отличных АОЕ ультимейтов, вроде как, если все грамотно сделать. Но не более того, пока непонятно, как будет действовать Нага, будет ли это керри Нага, будет ли это суппорт Нага, все покажут дальнейшие пики. На последнее время наблюдается такая ситуация, что когда в пиках Нага, то ее сон зачастую играет в пользу как раз противникам, а не своей командой. Потому что те успевают среагировать, понять, что сейчас происходит, кто кого будет бить и убивают. Ну да, двоякая тут ситуация такая получается. Забирают Бэйна, Evil Geniuses, и пошла вторая стадия банов, банят любимую Cloud9-овскую Патму. Нага с Патмой, кстати, неплохо смотрится, сетка, стрела, никуда не можешь от этого одеться. Ну и Патбейна, кстати, Патма тоже неплохо бы смотрелась. Да, это вообще самая популярная дабла, что в пабе, что на профессиональной сцене. В последнее время вот этот Патма Бэйн очень в нынешней доте имеет место. Раньше место Бэйна занимал Shadow Demon. Еще на Асусе зимнем, где-то, по-моему, я не помню, 2012 год был на Асусе зимнем Final Battle of the Air. Взрыв пакет команда с Resolution, Fly, продемонстрировали нам эту даблу. Ну и там БЗЗС был на Патме, очень неплохо у них выходил. Они даже третье место заняли, в частности, благодаря этой страте. Ну да, комбо действительно хорошее. Ну вот, Патмы у нас не будет, к сожалению, в этой карте. Смотрим дальше за банами. Ну да, у Синг Синга она всегда очень активная. Очень интересно наблюдать за его перемещениями, за его стрелами. Они просто какие-то феноменальные, он иногда дает стрелы, в которых выворачивается один игрок, получает при этом второй игрок. Видели мы, наверное, этот хайлайт. Видел же там Фнатиков? Не, нет, не видел. Когда Синг Синг бросал Хани на Кентавре, Хани увернулся, а там в это время убивали Ноутейла. Он тоже как бы выжил, но он пошел в лес, и в него стрела влетела, и все равно заработали. Норм, норм. Нет, не видел в момент. Банят Луну, банят Баунти Хантера, и будет этих героев в игре. Ну и кого будут банить Клауд Найн по-хорошему, это Морф. Ну вообще неоднозначные баны какие-то. Сложно предсказуемые. Ну да, не знаю, потому что Морфа не так часто можно увидеть в нынешних пиках, в нынешней доте. Да. А тут он даже и в бане во второй стадии. Внезапно. Что-то, видимо, придумали Клауд Найн в такую стратегию, при которой Морфам будет очень сильно мешать. Кто знает. Ну да, я на самом деле Морфа вот видел сегодня от Иллидана, неплохо зашел, правда они против Клюв в какой-то момент подрасслабились, поотдавались, но потом этот Морф шестислатовый от Иллидана вышел и убил всех. Ну или Дан фармить умеет, мы это все прекрасно знаем. СМК залетает к Клауд Дайном. Отличный универсальный суппорт, правда в последнее время тоже как-то не особо часто я ее вижу. Ну да, ее понерфили, у нее сейчас, на самом деле, если не покупать ни одну ветку, там ничего, то у нее по сути на, по-моему, на один фростбайт. Вот фростбайт 115 маны стоит, а у нее 208 маны на первом левеле. Это очень мало, потому что у нее сейчас интеллекта в самом начале 15, а не 18, ну и сильно ее пофиксили в патче 6.79. Ну, по случаю Клауд Найн ее решили взять. Так, ну и ЕГЭ, ЕГЭ, как же они будут играть с Бэйном, какую триплу себе сформируют, кто в мид пойдет, Артизи на чем будет гонять, много вопросов. Артизи может и на Бэтрайдер пойти, на самом деле, вот это та команда, в которой Бэтрайдер на миде имеет место быть, мне кажется. Потому что Артизи игрок невероятно активный, невероятно агрессивный, даже Тинкер, который, казалось бы, шел через машинки, уже к минуте 15 проявлял невероятную агрессию. Да, так и было. Ну да, на самом деле, Артизи любого героя, да, и он из него сделает конфетку, я уверен в этом. Погодим бы Тайдер, ли это будет в данной ситуации, в данной карте. Долго думают, на самом деле, ребята из ЕГЭ, вот над третьим пиком, казалось бы, всего лишь третий пик, а уже столько размышлений, и... Кого же будут добирать, будет ли это герой, будет ли это Керри, второй саппорт, или оффлейн Дифи Смит, герой. Угу. Сейчас посмотрим PPD. Кстати, 6 секунд всего лишь осталось, надо быстрее было соображать. Виномайнсер. Очень-очень хороший саппорт, часто его банили, и часто его банят до сих пор, потому что, по мнению многих, у него есть все, что нужно для того, чтобы быть хорошим саппортом. Да, у него нету стана, но его замедление, его ДПС с ультой и Змейки, ну, это очень сильные... сильные сплы. Угу. Добирает Клокверка Клауд-9 для... вот, думаю, Синг-Синг или Боунсинг. Для Боунсинг, я думаю, оффлейн. Нет, ну почему, это может быть СФ в легкую для Этернал Энви. Просто С4 на... ой, С4, Синг-Синг на Клокверке, вот вспомнил, С4 сегодня против Нави на Клокверке играл. Это тоже очень агрессивный, очень хороший Клокверк. Синг-Синг любит на таких врывателях играть. Ну и Шторм Спирит для Артизи уже почти 100%. Ну да, вот он тот самый активный герой, прям как раз под него. Там получается Батрайдер на оффлейн, Бэйн, Виномайстер, два суппорта, керри оставили на сладкое ЕГЭ. Ну, сейчас неприятно для себя керри должны Клауд-9 забанить. А, и выйдет какой-то Боунти-Хантер пятым пиком. Ну да, да. Ну, Найкс напрашивается на самом деле, чтобы инфест-бома никакой не было. Я думаю, Боунсинг сейчас как раз-таки Найкс и уберет. Так, ну а Клауд-9. Ну, берем дефолтную пока расклад, да, то есть Клокверк на оффлейн, например, Шадоу Финт у нас как... Митер, Нага, Сирена, Кристалл, Мэйден, два суппорта, то Керри, в принципе, и Клауд-9 может заехать. А может и не заехать, если Шадоу Финт отправится в 3-пл-у как Керри, Клокверк в мид и уффлейнер туда необходимо. В общем, вариантов пасса. Да, действительно интересно посмотреть, что у нас будет, какие герои будут добираться, потому что пока на самом деле вот эти две команды могут удивлять. То есть, когда ты смотришь на их пиках, ты на их пике, ты не говоришь там 100%, а, ну тут все понятно, это туда идет, это сюда. Они могут доту очень переворачивать, так сказать. Но это инвокер для... вот, герой для Синг-Синга, все-таки Этернал Энви будет на SF. Да, фармить просто как Керри в трипле, а Клокверк в бон-7 на оффлейне. Теперь стало все понятно. Пишут в чате Артизи за дрот медового Марфа. Ну да, учитывая, что Марфа по сути вернули в то состояние, которое он был во времена второго интернешнала, то да, у него сейчас есть абсолютно все характеристики, чтобы вернуться как медовой персонаж. И Сларк последним пиком для Фира. Ну, невероятно, невероятно агрессивный пик от Evil Geniuses. Я не знаю, как... ого, что происходит. Ты посмотри, Этернал Энви на инвокере, Синг-Синг на SF, но я думаю, ребята будут свапаться, это MindGames должен быть такой. Думаешь, 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 а почему мы Энви не пофармить? Синг-Синг в миде постоит. Пофармить на инвокере? А че, нормально, там, медасы, поехали, тык-тык-тык. На самом деле, че, просто если Пайлодайс и Ауи будут бегать у нас по лесам где-то и роумить, то Энви останется на легкой линии в соло, и там будет получать фри-экспу. А оттуда просто санстрайками будет закидывать, куда надо подойти как раз-таки роумящих суппортов, и все пойдет как надо. Да, смотри, то есть Синг-Синг собирается в боттл, фаст боттл, это раскачка в мид, это закупок в мид. Ну что же, это очень интересно, на это будет посмотреть. Ну, в общем, Этернал Энви пойдет на топ вместе с Ауи 2007, сменил он себе ник, видимо, на одну игру до ЦМки, и на Наги будет Пайлайдай. В миде у нас будет Синг-Синг на SF, и в харде будет Боун-Севед на Клокверке, ну и ЕГЭ, Юниверс на Бэтрайдере, Фир на Сларке. Смеются герои, все пишут лол, наверное, в свои чаты. Артизи будет играть на Шторме, на Зайе будет играть на Бэйне, ну и на Веномантере Пи-Пи-Ди. Вот ЕГЭ не удивили, ЕГЭ все вроде по стандарту, по дефолту, и располагается вроде так же, как и мы планировали. Ну, пик очень хороший, пик, да, они по лайнам не удивили, но вот сам пик обещает еще больше киллов, еще больше челлендж для меня, чем в прошлый раз. Ну вот, ФБ не пропущу. Давай, давай, да, навредись. 100%. Так, контроль руны. Инвокер или Бэйн, Бэйн или Инвокер, и руна снизу, и это Веномантер. С инвизи. Инвизи. Пофармит, поэтому прокачивает Shadow Race, интересное решение от Синга. Ну и понятно, и логично, по сути дела, да, действительно, души не копить, зато можно очень быстро себе боттл нафармить. И 4-0, 4-0 по крипам у Синга-Синга. И фаст боттл появился сразу, норм. Да, второй левел, уже души могут появляться. Да, правильно, сыграл Синг в этом моменте. Ну и Bone7 настакал себе кучу крипов. Знаем мы эту фишку в когах, когда вот тут вот стакуются крипы. Придерживаются, скажем так, чтобы крипы противника дошли до твоего таура, и Bone7 здесь спокойно будет получать экспульс. Сейчас левел 3-й даже апнет, я думаю. Все, у него будет неплохо. Уже 4 крипа добил. Not bad. Семка лесная, кстати. Не знаю, насколько это сейчас уместно в нынешней доте. Лесные цемки. Ну а почему нет, как бы, не ворают экспу у Eternal Endly, который очень необходимый для инвокера. А так в лесу себе на то, что на фри стоит, через фростбайт спокойно. Ну в принципе, да, тоже верно, бэтрайдер, потому что уходит в лес, не будет он мешать никак. Слушай, ты худ, худ убери, худ. А, худ, господи. Да, 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 да. Хайт титул. Лол, ребят, простите, больш... Не, через это все проходят. Через это все проходят и... И даже не расстраивайся, это все нормально, это норма. Ну, с почином меня рамки. Да, с почином второй раз. С другим почином теперь. Ладно, только через 2 минуты сейчас я напишу в чате, что убрал, убрал... В третьей карте надо тебе микрофон включить. Убрал, а теперь ждите. Вот так вот. Так, ну и выход тут первый у нас непонятно от кого. Вот тут попытка артизи сцепить. Смотрите, был байт такой небольшой, поделась еночка. Ауи тоже здесь. Фростбайт, как же понял, даже без санстрайка обошлись. Фростбайт от ЕГЭ. Да, очень уверенный Фростбайт. Ну вот, ребята уже в чате ничего вы не потеряли. Рамка Фростбайт не закрыла вам. Так что все хорошо. А кому не нравится, смотрите через Дота ТВ. Вот так вот. Да, через Дота ТВ лучше. Нету рамок, нету проблем, нету затупов, комментаторов. Все показывается. Причем в Дота ТВ Дремлигу можно смотреть абсолютно бесплатно. Она бесплатная, билет, короче. Смотри, кстати, Энви. 1600 нафармил, неужели Фастмидас пойдет? Вот так вот ничего не покупает, деньги держит. Да, это точно будет... Точно будет Мидас. Этернал Энви любит... Вообще, Клауд Найн очень любит собирать Мидасы. Мы помним еще по MLG. Продолжает там чат неиствовать, но... Ну, две минуты, да, вообще. Ну да, две минуты. Было бы все проще, если бы не было дела, но турниры вынуждают. Да-да. Ну, я на Корею иногда и не ставлю даже. Корея, Китай, что-нибудь. Все равно там китайцы не доберутся до нашего стрима ни в коем случае. Не найдут ссылку, не посмотрят. Ну да, я следующую не буду. Тогда рамку вязать вообще. Я помню, почему у нас отказались, например, от рамки в прошлом сезоне, потому что ее постоянно забывали выключить. Да, были-были такие фейлы. Да, вот тот самый Мидас уже нарисовался у Энвия. Фрифарм идет как надо, очень тайминговый. Четвертая минута, пятая. Not bad. Кстати, и Синг-Синг тоже, тоже, тоже идет, видимо, в Мидас. Клоус оф хест и 1000 монет у него есть. Да, Мидаса будет у команды, Cloud9. Ну и на самом деле может быть больше Мидасов, если и ЦМ-ка пойдет в Мидас. А ЦМ-ка может пойти в Мидас. Да, изи вообще. Да и Клокверк может пойти. Эти ребята могут пойти в Мидас, причем полным составом. Ну вот, точно, грамотный ход такой. То есть, СФ сместился в леса, подфармливает там до Мидаса, спокойно не подставляясь под ганги. А вот Ауи в это время получает фри-экспу в миде. Тоже поднимет себе очень быстро левел, заработает себе какую-то шмотку. Так что все в плюсе от этого мова. Ну и вот с наличием двух Мидасов, конечно, Cloud9 говорит о том, что они готовы даже игру, наверное, затягивать. Все-таки им нужен фарм сейчас с этим Мидасом. У них надфорс будет намного выше, чем у их же оппонентов. У их визави хотя бы на лайнах. Это будет хорошо прослеживаться, например, на каких-то надфорсах и на прочих показателях, графиках. Да, именно так. Вот, кстати, Фир. Что у нас имеет Фир ПТ? У него есть 31 крип. Уступает он Eternal Envy. Кому же тот все-таки с Мидасом. А тут сразу Фир идет на ПТ. Но, тем не менее, Сларку плевать на всякие колдснепы инвокера. Поэтому он может сильно, большие проблемы, короче, принести инвокеру. Ну и СФ тоже может проседать очень сильно от этого. Да. Ну, напотел, напотел всех, видимо, до Мидаса, наконец. Ну, вообще, знаю теперь ЕГЭ, что собирают противники, и поэтому должны пользоваться этим. То есть, заработать тебе необходимые начальные артефакты, ПТшки, что-то еще, и идти в атаку просто гангать и бить лица. Не давать фармить с этими Мидасами ни в коем случае. Немножечко опустишь эти Клаудмайн, потом они выйдут с каким-то Форстафами и прочими ересь, и вам дают по лицу. С бешеным левелом еще за счет ЭКСП. Так что надо поактивнее, думаю, в ЕГЭ играть. Тем более, до этого у них есть те персонажи. Фир уже левел 6-ой апнул. Что вам стоит на линии? Беги, беги, нападай, убивай, ищи противника. Ну да, это неоднократно отмечалось. Если ты видишь, что команда противника собирает Мидас, скучкуйся пятером и иди сноси. Ну и так должны поступить ЕГЭ, я думаю, они это прекрасно понимают. Но пока, вот за 7 минут, у нас произошел только Ферзблат на Артизе, и больше ничего не происходит пока на карте. Видимо, еще ЕГЭ не готовы. Еще чуть-чуть надо подфармить. Вот и смотрим. ППТ, кстати, на топ-лейм переместился. Один он здесь стоит, у него вторые Блэкварды. Ну, потихонечку в такого пушащего Виномастера будет превращаться. С четвертыми вардами можно будет этого ранее плохо спушивать. Что норм. Да, действительно. Ну и Боунс 7, почти шестой левел. В принципе, неплохо себя чувствует Локверк на хардлейне. Его еще ни разу даже, по-моему, не напрягали. Да, он потратил немножечко тангусиков, но еще ни разу не находился в ситуации, когда он действительно мог отъехать. Да, ну и спокойно получил себе левел 6-ой, уже есть у него хоккшот. Пошел гангать. Not bad. Пошел гангать раньше эфиры, это важно. Да, да. Кстати, вот и Cloud9 даже с таким вот айтембилдом все равно первые идут инициировать куда-то и хотя бы делать какие-то намеки на это. Ну, с другой стороны, ЕГЭ тоже можно понять. Есть юниверс, которым немножечко не хватает до даггера. Вот тот самый бэтрайдер, тот, который нужен со врывами, чтобы действительно можно было комфортно гангать. Может быть, ЕГЭ именно его и ждут сейчас. Так, ну и что у нас происходит вообще по карте? Так, находится Bone7 на меду, вот последнюю, где-то полминуты он там тусил, предлагал своим тиммейтам присоединиться и загонгать того же Артизи, но седьмой ловл уже Шторм, хотя если за секунду его, если он словит проказ, то он умрет, не успев даже выйти из стана хукшотовского. Ну да, надо успеть вот за это время хукшотов, подойти, собственно, СФу и Ауи, и сделать проказ, то есть, ну... Хотя дальний коэл какой-нибудь, Frostbite, вроде и Crystal Nova, достаточно рейнджевые такие обилки, и, ну, можно, можно с ними было и попробовать, наверное. Но Cloud9 постеснялись. Он сейчас байтил Ауи на Сентрии Вард, я так понимаю, он его поставил в надежде, что Артизи на него сагрится и с Лайтнинга залетит, а там его встретит Bone7. Смотри, ППТ в Инвизи, в Инвизи Сингсинга, и вот он, первый тагер, реализованный от Батрайдера, и у Сингсинга большие проблемы. Огромнейшие проблемы у Сингсинга. Флэймбрэк не дается кставать ульту и в таверу. Синг очень недоволен, хотя Vision, казалось бы, был, но вот в Смаке, да, в Смаке же находились ребята, или нет? Ну там Бэйн с Батрайдером, да, а вот Виномастер с руной Инвиза забежал в чужие леса, и там очень долго контролировался Сингсинга все его передвижения. Так, проблемы сейчас у Bone7 были на миду, влетел на него Артизи, но вот не пошел дальше. Мидер команды ЕГЭ, и Bone7 выживает, хотя ХП его достаточно сильно просели, вынуждено найти на базу. Ну вот правильно же делают ЕГЭ, что начинают ганкать уже эти перемещения, реализация даггера, это очень круто, и то, что бывает Сингсинга, не дает ему фармить, это тоже найс. Опа, ППТ подстрял. Через голлснэпа спокойно с полайдаемого забрали. Ошибка. 2 500 голды у Этернал Энви, это может быть настолько быстрый хекс какой-нибудь, что просто на 16-й минуте это будет очень сильно. Но он покупает медальона в Коурейдж. Так вот, решил распорядиться Энви. Медальон, да, медальон и ПТ он себе докупает еще там. Я просто смотрю, у него вообще 0 голды, не могло столько денег уйти на медальон. Так, вон 7 врун дабл дэмэджа взял, отошел, хорошо. Вот Фир, 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 вот фармит и фармит. 2 200 уже имеет, но может быть до Шадоу Блейда потерпит тогда Фир, раз уж фарм идет, решил... Ну да, если ему никто не мешает, в принципе, правильное тоже решение с какой-то стороны, то есть не делать каких-то вылазок на другие линии, если кто-то приходит на твою линию, пытаться, конечно же, его убить, но вот до Шадоу Блейда... Ну вот эта гонка за деньгами, все равно ее будет выигрывать тот человек, у которого есть Мидас. И это вот графики отражают сейчас, если посмотрим индивидуальный NetForce, Синг-Синг выше, чем Сларк, хотя Синг-Синг умирал. Вот это вот ключевой момент. И на 400 монет, кстати. Майнвокер там вообще впереди планеты всей, 5600 уже нафармил. Энви и не останавливается на Синг-Синг. Да, этот Энви очень много проблем будет доставлять команде ЕГЭ. Я не знаю пока, как будут справляться с этим американцы, но Артизи должен однозначно идти и в первый альтем БКБ, мне кажется. Вот он купил себе, конечно, Rob of Magic, и это, скорее всего, будет артчит, но мне кажется, что БКБ тут будет куда правильнее. Ну, может быть, может быть, посмотрим Артизи, как решит в итоге. Я думаю, его виднее. Макроскаст очень сильный у ребят из Cloud9. Да. Ну и мы видим, что у Фира уже 200 голды, по сути, до этого Шадоу Блэйда, с которым он будет гонгать. Ну и встреча, встреча Бэтрайдера с... С противниками, да, залетает. И он 7 хорошо кукшот, плюс анстрайк, это минус. Хотел сказать Синг-Сингом и забыл, как ник Этернал Эндвит. Вообще, тут, конечно, под смоком бежали Cloud9 сейчас, а Инвокер хотел внезапно зайти на Рошана и с медалькой забрать, собственно, Айегиса. Ну вот, спалил Бэтрайдер и отдался в итоге. Ну а Энви был тоже замечен, получается, на этом Рошане, и вынужден был отступить на топ. Не получилось очень быстро это сделать. Я думаю, сообразили сейчас после этого мува ЕГЭ, что Инвокер, в принципе, будет забирать Рошана в ближайшее время. Кстати, Брашан просел там на 500 хп. Ну и, думаю, подставят сейчас варды. Да, Вижен, Вижен, конечно же, там на нем нужен будет. Тем более, что у Инви уже два Форджа спирита. Тут нереально здорово, очень быстро. Левел 11. С ними попроще будет этот Рошана спиливать. Так, у нас там пауза, что случилось? Не знаю, попросил секунду у нас с Боун 7. А, ну ладно, дадим ему секунду, так и будет. Куда нам торопиться? Так, у нас после этого же еще один матч будет, да? Да, после этого матча Virtus.pro против Empire. Очень интересное противостояние. Virtus.pro вчера были невероятно хороши. Сегодня они были не так хороши, но в целом уже такое ощущение, что выходят все-таки на немножечко другой уровень. Ну и посмотрим, как будут противостоять Empire. Надеюсь, игра будет не в салат, что, в принципе, бывает довольно часто у ребят из Virtus.pro против серьезных коллективов. Да, да, да. Этого у них не отнять, послевать парочку игр. А вот, кстати, Virtus.pro против Fnatic вчера. Да, там вообще в салат, там Virtus.pro просто вот так вот этих Fnatic разложили. Мы сами удивились с Каспером, когда смотрели этот матч. Но там без шансов для Fnatic, просто без шансов. У меня, по-моему, друзья делали ставки на этот матч, говорили, О, 1.5 на Fnatic, изи деньги. Как они ошибались. Да, да, да. Мне там рассказывали, как ничтожны были Fnatic вчера. На миде собираются трое игроков команды Cloud9. Ловят Артизи, но Артизи... У него маны мало было. Фростбайт и Артизи в таверну. Прилетает тут, конечно, Бэйн, но и Бэйн может подстрять... Бэйн, не буду цеплять Бэйна. Ну и очередной килл для Cloud9, 4.1 уже. Даже с тем, что у них есть Мидаса, они все равно умудряются еще гонгировать. Очень неплохо получается. И по графикам уже проседают очень сильно ребята из... ЕГЭ-3500 по XP в пользу Cloud9, ну и 2500 по Галге. Да. Уже довольно серьезно, в 13-й минуте. Пытались загонгать сейчас, опять же таки, Cloud9 в этот раз ППД, но он отошел. Пришел Артизи, намечается какая-то схватка. За Т1 Тауэр будут бороться, Лигэ, во всей видимости. Здесь рядом еще и Бэтрайдер вместе с Бэйном. И... Да, Этернал Лэнви выживает, и сразу отходят ребята из Cloud9. Отличная реализация сна. Но вот будут цеплять дальше, и у Синг-Синга проблемы. Сторых, рыгнул, Бэтрайдер хватает ППД, да, отвозит поближе. Синг-Синг еще перед смертью дал парочку кастов, отъезжает. Один размен, просевший ЕГЭ после люльта из Эфа, лоу. Бон 7 здесь закрыл Бэйна, минус Бэйн. Хорошо, один в два. А остальные просто уходят. Потому что с лоу ХП остались. Сильно. Да, очень сильно играют Cloud9. Казалось бы, такое... И убивают еще с Санстрайка, я так понимаю. Бэтрайдер, да, попал Этернал Лэнви с Санстрайком. Там же такой читерский вард-апсервер стоит между двумя ТВ-рами. Конечно, попал Лэнви. Просто шикарно было сыграно. И мне казалось просто, что умрет 100% еще Пайлайдай. Там очень был близок к смерти Боун 7. Но все выжили. Абсолютно все выжили, кроме СФ. И огромные проблемы у ЕГЭ сейчас. Да, в этой карте, конечно, тяжеловато будет. И Энви спокойно запилил Рошана в соло через медальку двух форж-спиритов. А ЕГЭ заработал. Есть уже 100, 1900, много денег, много всего. Левел 13 уже, Энви. Да уж, отпустили этого персонажа. А нельзя так делать. Ну, по левелам. Ну, по левелам все плохо у ЕГЭ. У них максимальный левел 10-ый, в то время как 13-ый левел Энвокер. И еще один фраг делает на Бэйне. Ну, вообще уже ничего не боится. Его просто не остановить. Он уже овер-левел, овер-фарм. Этот Энвокер просто бешеный. Да, с этим Аганимом, конечно... Ой, с этим Аегисом, ему вообще не страшны вот эти Т1 ТВРА. Плюс еще на форже он их агрит. И в итоге такие саппорты, как Бэйн, ничего не могут сделать. Абсолютно ничего. Ну, Таврнин, может, и не добились. Клауд-9 отошли. Спугнули их ЕГЭ. А что делать с ЕГЭ в такой ситуации? Как им сейчас вообще? Они вот в Эрлигейме просто проиграли в салат. Вот непонятно, да. И вопрос тут вроде, и Фир не особо-то сплоховал. Да, он был не очень активный, но... Так, он влетает на Синг-Синга в лесу, и Синг-Синг умирает. Да, тут, конечно, Фир без шансов. Вот такие моменты, такие мувы надо было делать намного раньше. Вот Фир уже после того, как ПТ купил, должен был этого СФа в лесу гонять. А не отпускать его и не давать нафармить угорклабы всякие. И для тысячи денег. Ну, тут он не мог без Шадоу Блейда это всё сделать. С шестым левелом по лесу пробежаться? Да вполне, а чё б нет? Главное, паунсом зацепить, и всё, СФ никуда не уйдёт. Ну, то есть, я к тому виду, что СФ видит очень далеко этого Сларка. Так, тут проблемы. Зай умирает, и у Фира тоже проблем нет. У него ульты, но выживает. Он с ним уже сплетмейлом, лол. Бить его просто бесполезно, и какие-то понимают, и разворачиваются, пытаются уйти. Энви будет ли кого-то гонять? ЦМ-ка! Вот ПТ и так далее, в итоге. Или так далее, подойдай! Ай-яй-яй, тагер-раунд. Так, я сейчас смотрю, влетит ли в ППД Санстрайк. Будет ли Санстрайк? Так. На базу может дать? Нет, нет, не стал. Да, вот я посмотрел, не был Санстрайк. Не захотел давать Энви, или не было у него. Так, Фир, будет ли кого-то бить? Да, бьёт он Энви. Ну и что дальше? Санстрайк на завороте Сон, как-то не по таймингу получилось. Ничего страшного. Сон джать и убить Фира. Там Шанту Дэнс есть, там Шанту Дэнс есть, да. И... Ну никуда не уйдёт. Так, тут врывается Бэтрайдер, откидывает всех, но умрёт. Поплатится своей жизнью Боунс Пайлайт, точнее, Юниверс, Юниверс. Конечно же, тут уже отъехал Фир, но всё-таки Юниверс выживает. И теряет на ель. А Шанспир прливает Артизи, лол, ты летает туда-сюда. Правда, ман не особо много, но на полку бы ещё есть. Наполовиночку, вот он на развороте, пытается хоть кого-то пробить. Энви там уже делает Unstoppable. Да, попадает опять с Санстрайком, отличный Санстрайк от Энви. Артизи, хорошо, минус один. Ладо Пи-50, Риал, Синг Синг, под ультой на Мантер, ТП-Аут прожимает, Бэтрайдер сбивает, Флэмбрейком, Юниверс. Обидный Синг Синг дал такой Коил, не попал и умер просто. Деняет его, кстати, Этернал Энви. Да, но это неплохо, Энви. Ну и по сути у нас получается 3 в 2, будем всё-таки считать Денай не убийством. 3 в 2. Неплохо. Но ЕГ огрызнулись, показались, что они всё-таки могут, но вот по Нетворсу я просто смотрю и это очень печально. Ну ты правал, инвокер нафармил 2 раза больше практически, чем Сларк. Да. Это вообще как? И у него некра уже 3. Это очень сильно. Это уровень героя, я смотрю, 15 инвокер, только 11 Сларк, это самый больший левел у ЕГ. 11 Бэтрайдер, Шторм Спирит и Сларк. А здесь Энви, Энви 15, а Синг Синг у нас 13. Так, тут умер, кстати, у нас товарищ Нага и сплетучи Бон Севна. Анстрайк мимо от Энви. Неплохо, неплохо. Ну артисты, как всегда, пытаются спасти свою команду, устраивают просто невероятный экшен. На грани фантастики что-то происходит. Сейчас 2 фрага сделали у нас ЕГЭ. Схватили еще и Энви, Энви нужно убить, там же просто много денег за Энви дадут, там же стрики. Лол, Энви двоих убивает, Энви троих убивает, он играет сам. Какая игра от Энви, просто вот эти вот некра, вот эти 4G и умирает еще 4-й герой ЕГЭ. Просто за одного инвокера отдались вчетвером. Но они его убили зато, лол. Они всей командой пытались это сделать, получилось. Ну да, правда, ценой собственной жизни. Да, и огромнейшая, огромнейшая проблема у ЕГЭ, у Синг Синга уже есть БКБ. Да, тут и дефит-то нечем, по сути. Если пойдут в пуш, ребята из Клауд Найн, они могут скоро пойти пушить, просто откидываться нечем. Да, тут иллюзии от Пайлайт Айбут, Форджа Спирит, Некрономиконы, все, что только хочешь. А тут только ворды, только ворды вина монсеров, все. Да. Тяжеловато приходится ЕГЭ. Ну вот они и пытаются, вот тот Фир спрятался здесь в инвизе, сейчас кого-то цеплять. Вот Пайлайдай, например, вклезается. Ну, Пайлайдай, у него сон через 5 секунд. Шаду Дэнс. Ай-яй-яй, и хороший Коги Бон 7 ставит, сейчас кончится у Фира. Инвиз, любой инвиз, да, и вот минус Фир. Улетает Артизи. Слип, хорошо. А на развороте может подраться, а? Убить Артизи. Санстрайк по таймингу. Голдснэпы, хорошо, влетела Артизи на фулл ХП, на фулл МП улетает. Ну и догнать. Ну вот догнать проблематично будет очень долго до Хука, но Артизи... Было еще немножечко маны, еще цеплять надо, там заметнение, и... Так вот, я приговорил. И Тауэр заберут, ребята из Клауд Найн. Боже, как же уверенно играют. Эти ребята... Да, шикарно. Ну, по-прежнему я сетую на то, что ЕГЭ просто должны были поначалу играть активнее. Вот эта их пассивность, она их просто сейчас наказывает. Клауд Найн удалось нафармить то, что они хотели нафармить. И сейчас реализовываю. За вот этот Монстр Энерджи турнир мстят Клауд Найн, проиграли они в финале ЕГЭ. Да? Да-да-да. Но там не было, правда, Боун Севен, там вместо Боун Севен был Демон. Ну и проблемы сейчас будут у Зая, и... Не захотел Клокверк. А, не было у него ульта, 2 секунды вот только откэдэшился. Ну и отойдут ребята из ЕГЭ. Сиксинг, кстати, между делом, уже БКБ нафармил, 2 500, много денег, будто это у него влетает. Но Кокверк-то сам влетел, Гвейн, и залетел Санстрайк, как же больно-то, ай. Юниверс бежать, бежать по текстурам, как хочешь, но беги. Да, ну, Юниверса очень сложно будет зацепить, да, он ТП-шится, все, это... Всего лишь один фраг. Ну и такой контрганг у нас получился со стороны Клауд Найн. Да, просто байт на Сиксинга. Да. Дефолтный, классический байт на Сиксингах. Артизи купил себе Арчи тоже. Ну, как уже, ну, как бы 22-ая минута, то есть. Санстрайк в Артизи. Полхопой, как не бывало. Да, и эти еще в Арджи, которые не дают просто покоя Артизи. Падает Т2 Тауэр на топ, ну, правда, нет крипов, сейчас отойдут. Одни не отойдут, ребята, с Клауд Найн, вызвали Некров и спокойно. Да, инвокер подошел, у него все есть теперь, и вот с этой пачкой неплохо так Тауэр продамаживается. Правда, Глиф сейчас, будут ли воевать за Тауэр ЕГЭ, вопрос, что у нас перед далековато, и ХП-то у него тоже нет, скорее, Тауэр придется отдавать. Падает, сцепил Бэйна. Санстрайк бы? Нет? Триптайк. Влетает зачем-то Юниверс... Так, а тут проблема, тут проблема у ППД, ППД умирает. Полн Севен его приговорил. Тп-аут от Клауд Найн, там и Штранспирт вернулся на базу подхелиться, и все решили разбежаться. Ну, задачу минимум выполнили Клауд Найн, они снесли Т2 Тауэр, то, что хотели, то сделали, и отошли. Вивер, точнее, Фир пытался, Фир пытался подпушить низ, это один Тауэр, но вот грамотные ТП-шки от Клауд Найн, и Фир в страхе убегает. Нет у него, на самом деле, ничего, вот идет он, конечно, на Скаде, но пока у него только один ультиматор. Пытается, пытается фармить, да. Ну, очень слабо. Не так круто фармиться ему, как с Медасом, Энви или Синг-Синг. Конечно, не поспоришь тут. Ого, Шива с Гуард появляется уже у Энви. Интересный вариант раскачки, точнее, с айтем билда на инвокере. Я дожидал увидеть Хекс какой-нибудь. Ну, по-моему, до такой стадии дошел Энви, что что бы он ни собрал, все круто. Действительно, смотришь, вот был бы Хекс. О, круто, Энви собрал Шива, тоже круто. Сильные артефакты такие на 23-й минуте. Ну, да, неплохо, неплохо. Действительно, 23-я минута. 14 тысяч на торс, 15 тысяч на торс, это огромнейшие деньги. И не прогадали, получается, Клауд Нэн, когда... Фир, Фир, впрыгивайте время, смотри, на ца ямочку, пробивают. Ёбон 7 на подстраховке. Пытается, ауебедный, спасаться. Фир отъезжает. Просто очень много ударов он нанес в Блэйд Мэйл. Это Дварк Пак, да, это Блэйд Мэйл ему сожрал просто. Парадай, ульта, и подтягивается. Синг-синг, вся эта компания, Энви тоже здесь, Санстрайв. Ну и Пи-Пи-Ди. Пи-Пи-Ди минус ловят еще, наверное, Бэйна. Бэйна должны поймать. Не поймали. Ну и два в один. И как там дела у ТП-шного снега на базу уже? Артизи пытался в это время подфармить топ. Приходит Бон 7, что-то Артизи неплохо поймал его. Но Блэйд Мэйл. Блэйд Мэйл, штука неприятная, Артизи. До конца! Да, Артизи до конца и убьет ИТП. Че, входит конца. Да, Артизи молодец. Конечно, у него ничего нету. 2400 на руках. Только Орчит пытается максимум выжить из ситуации, в которой находится сейчас команда ЕГЭ. У него получается по Нетворцу лучше, чем у остальных. Да. Ну, тащит, тащит. Как всегда, Артизи тащит на себе. Посмотрим, удастся ли ей вытащить эту игру вообще. Будет, конечно, невероятно сложно. Там, в жизни, у Тимаи Торп имеет беда. Так, Батрайдер будет ловить Этернал Энви, но это, по-моему, ошибка. А, нет. Вытянули его от Фарджа подальше и теряет Аегис. Почти отъехал Юниверс просто за Аегис. Ну, тяжело дается им этот Энви, конечно. Очень тяжело. Достаточно плотный персонаж. Хотя, вот и Арчит заюзали там, и Электрис Вортекс. Не дали ничего Энви абсолютно не скастовать. Таким-то образом его контрить можно. Так, проблема в том, что больше Энви так не будет один бегать. Будет все время с командой и уже так просто его не забрать. До два тавора стремились. Клауд Найн. Воржи, не крафт, все как положено. Иллюзии. Вся эта гапша просто очень быстро. Боун Севн пытался на кого-то ворваться, не попал на Хуком. Так, и тут поймали Батрайдера. Будут ли продолжать Клауд Найн? Нет, все-таки решили просто Таур забрать. Флэмбрэйк откидывает еще, и Таур падает от Синг-Синга. Он доставил, кстати, уже эти УСФа. Ну, хорошо проявляет себя Клауд Найн. Они вот не загоняются, не ловят этот Кураж. Они не начинают дайвить по Т3 Тавора. И спокойно, размеренно забирают Таур. Если получится, забирают героя. Играют правильно. Фир, проблемы у Фира. Есть у него Шадоу Дэнс. Ну и подтягивается остальная команда ЕГЭ. Неужели будет драка, Артизи? Вот, Батрайдер ворвается в ЦМ-ку. ЦМ-ку нужно очень быстро убивать. Фир здесь развлекается. Шадоу Дэнс проюзал. Ауи. Новый год устраивает. Правда, не очень долгий получился. Но какое-то количество демаж все равно внес. И на развороте Клауд Найн. До конца. А, нет. За ивейдил Артизи сетку от Наги. Наверное, Наги все-таки должна была выбирать себе другую цель. Для этого спала. Для того, чтобы 100% кого-то убить. Ну вот, потеряли они ЦМ-ку и не забрали в ответ никого. Запишем в актив команды ЕГЭ. Какое-то количество времени они еще выиграют для себя, чтобы что? Чтобы Фир поформил. У него скоро будет ультимейтор второй. Ну, а там не с горами уже и с Кади. Вообще, конечно, Сларк штука неприятная. Даже и с двумя артефактами он сможет тащить игры. Если за месяц на него не будут обращать внимания. Он же просто начнет выгрызать, выгрызать, выгрызать. Отхиливаться и снова подгрызать. Так что я особо Клауд Найн я тоже не советовал бы, наверное, игры затягивать. Пока все хорошо. Нужно противника дожать. Грамотно. Так, врыв тут на ППД. Ну, ППД минус. Очень далеко он зашел. Плохо играет саппорт команды ЕГЭ. Почему-то он считает, что он может находиться при наличии товара только тут. Вот здесь, сам. Ну, или это был просто байт на то, чтобы остальная команда ЕГЭ, которая вот тут находится, забрала товар. Ну, такой байт получается. Снизу на фейдить, чтобы твои союзники забрали. На самом деле, ППД, да, действительно, мне тоже не очень нравится его игра. Ты вспомни, в предыдущей карте он на ЕСе тоже фейдил снато. Ну, на ЕСе, в принципе, он просто был как фулл саппорт, действительно. Вот, в отличие от Зай, который выступал в роли Семи-саппорта, ну и как бы Шейкер, который на 24-й минуте имеет только ботинок, но он не может особо ничего делать. Ну, с другой стороны, он очень хорошо давал ульты. Хорошо заходил в замес. Ну, да. Ну, и Фессурки от него тоже были нормальные. Продолжают фармить ребят из Клауд-9. То же самое пытаются делать ребят из ЕГЭ, но у них, понятное дело, получается хуже. И Дорошана 3,5 минут. Будут ли без Аегиса заходить или пытаться зайти ребят из Клауд-9? Да, я думаю, снизу-то два тавера и дождутся все-таки Аегиса. Так будет намного проще, так будет разумнее. Ну, Даггер купил себе Сиксинг, тоже будет врываться теперь. Энви 3,800, много денег. Ну, какое-то количество денег оставит, конечно, на байбэк. Мало ли что. Ну, если... Не та ситуация, в которой, если убьют... Сделают минус 5 ЕГЭ, они пойдут и закончат, мне кажется. Ну, на самом деле, левелад еще не особо большой у ЕГЭ, поэтому время респауна будет минимальное. Не, я имею в виду, если ЕГЭ сделают минус 5 на Клауд-9, они не пойдут и не закончат эту игру. Ну, это да. И, типа, эти байбэки пока не особо нужны. Клауд-9 им как раз вот артефакт нужны. Так, тут ловят на топе Энви. Типа, дай спасает. Отличный сон. Артизи ворвался прямо на сонном развороте. Можно драться. Клауд-9. Где СФ? Вон, себе потянулся. Вот он, СФ. И начинается бомбежка. Артизи под БКБ улетел. Ну, Бэйн здесь, конечно же, отъедет. Его здесь не отпустят. Да, на секунду мне показалось, что конец Этернал Энви. Очень хорошо его поймали в ульту Бэйна. Но вот своевременная подмога. Так, тут на миде ловят Юниверс ЦМКу. Ну, и это стопроцентный минус. Снова на год недолгий. Ну, дай, дай, дай. Пытается помочь. Ау, и, понятное дело, отъезжает. Но можно забрать и ППТ. Дай Куэлл. А лучше бы тычку дал, наверное. И Боун-7 не... Просто на миллисекунду не попадает. Хук-шотом. Опаздывает. Ну, и до Рошана минута. Точнее, нет, до 8 минут минута. Кем, кстати, видел Пайлайдая? Контрить Сларка под его шоу Доблый дом? Ну, и что у Сларк-то... Что у него с сайтом? Есть у него. Наконец-то у него есть Скади. На 31-й минуте. Но Фир 3-5 счет имеет. Не особо он, конечно, активно играет на этом герое. Но и не особо фидит в данной ситуации. Так что, в целом, выносит необходимые артефакты. 174 у него Крепстат. У Артизи 178. Так что, в целом... Ну, может Сларк затащить. Артизи, Хекс поймал. Это вот Хекс от Энми, который только-только что он купил. И моментально минус. Фир. Так, и Фир еще тут отъедет. Да, Фир тоже минус. Да уж, без шансов. Клокфер зарабатывает себе фраг. Можно остальных тоже цеплять. Вот Юниверс пытается уйти. Пайлайдай тоже здесь. Прыгивать надо BPD, но цеплять просто нечем. 9 секунд до альты. Нет, если сейчас прыгнет, прыгнет... Нет, не прыгнула. Нак, у него даггер есть. Ну и просто пойдут заканчивать. Или хотя бы разводить на байбеке ребята из Cloud9. Вот смотрю, байбеки... Нету ни у Артизи, байбека, ни у Сларка. И это стопроцентная сторона. Да, и Глифа тоже нету. Провал, провал. Неплохо их поймали на Амиде из Cloud9. Он, конечно же, будет это реализовывать. Как-то медленно падает Таор, на самом деле. И оказалось, что он упадет в два раза быстрее. Ну вот он, Лагрити. Все равно медленно. Все равно, ну он под слипом просто этот Синг-Синг. Так, ловят Энви. И сразу сон от Наги. Ну и... Минус. Ну и минус Батрайдер. Что раз перед появился, сейчас будет спасать ППД. Форстафует хорошо от Шоус Гуард. Рывается Артизи на Синг-Синга. И Артизи может отъехать. Да, Артизи минус. ППД вылетает с ультой. И будут забирать еще балансована. Минус три. Делают ЕГЭ. Артизи не сдается никогда. Красавчик до конца идет. Вот он еще. Ауи. Лакомый кусочек. Ауи. Фирпоунсом цеплять надо. Да, хорош. Минус четыре. Да. Барак, барак. Убейте катапульту. Ну, разные бараки били. Да. Конечно. Да. Это абсолютная бредятина на самом деле. Другим словом это не назовешь. Так бы снесли хотя бы милищный барак. Милищный барак сто процентов могли снести. Рейнджовый тысяча процентов. Ну и было бы все намного лучше. Так хребы стандартные еще пока. Да. Но они видимо не ожидали, что так вот ворвется хорошо Артизи после респауна. БКБшка еще. Получилось неплохо. И какое-то время опять ЕГЭ для себя еще выбивают. Чтобы еще что-то пофармить. Ну вот мне интересно, по графикам чуть-чуть с 15 тысяч, точнее до 15 тысяч по XP поднялось преимущество. Ну, конечно же, в пользу Cloud9. Ну и по голде с 23 где-то тысяч до 18, до 19. Угу. Все равно, конечно, много проигрывать. Хотя, с другой стороны, при таком просто жутком проигрыше по XP и по деньгам, они еще умудряются на рану играться, это здорово. Бон 7 на Азая пошел. Форстаф, два форстафа. Три форстафа сейчас было. И бон 7 может подставиться моментально, тут тиммейли спасать. Типа от Бэйна не проходит, потому что бон 7 есть агани. Еще один форстаф от Бэйна, Бэйн неужели... Почти задонавился Бэйн. Да, да, Рептайт все-таки Наги накрыл. О, может еще и ППДист. Так, хорошо, но ППД тоже никуда не уйдет. Да, ППД минус. Ну и вот, ошибаются, ЕГЭ опять заходит куда-то очень далеко, не будучи в пятером. Ну там два суппорта, отъехали не так страшно. Тем более, что Фиро, раз арктизис, спушили Т2 и тут на ХГ заходить. Заставляя команду Клауд-9 сейчас вернуться на базу. Да, но Сларка нету. Нету ТП, вот он летит к нему. И вынужден, ребята, из Клауд-9 идти обратно на базу, хотя Инвокер сейчас находится на Рошане, его не будет во время дефа базы, но уже убежали. Ну, полтауэр от 3 снесли, вот так вот, пользуюсь тем, что мне забили фортификейшно. Энви взял, а ей есть, там еще сыр лепаляется. Да, сыр заберет какой-нибудь, вот я смотрю, у кого есть слот, ну, Синг-Синг-Синг. Или Клокверк заберет. Да, тоже как вариант. А, в Курьер вообще, смотри, в Курьера сыр положит. До лучших времен. Ну, может, Инви, может, он будет там летать рядом с Инви, пока тот АИГС не потеряет. Так, ну все, Инви осталось, в общем-то, продать миндас, купить БКБ, и он будет с шести слотовым персонажем бегать. Все у него будет вообще замечательно. Да, то тоже ПТ заменить какие-нибудь ТРВЛА, чтобы вы постоянно быть в любой точке карты. Ауи, смотри, 36 минут, и он почти собрался в Беликинг Сферу, осталось там монет 500. Здорово. Да, 570 монет осталось Ауи, и... Неуточно он встречает големов. Пошел у нас Инви под хостой в Инвизе, видит Юниверс, видит Фира, надо было аккуратно напасть, но одному суаться не стоит. Вот потягивается сейчас Синг-Синг вместе со своей движухой, своей компанией. Фир. Ну, Фира может за Хекс, в принципе, наверное, убить. Да, может, с форджами, со всей этой грязью, может, спокойно убить Фира. Ну и Глад Найт решили, что сейчас они могут заканчивать эту игру, с учетом, что есть Айеги с Уэнди, и в пятером давят. Глиф здесь уже откатился, так что какое-то время еще ЕГЭ продержится. Посмотрим за замесом. Опять неправильный барак бьют Клэуд Найн. Опять Иллюзий бьют один, Сумоны бьют другой. Артизий Хексу получил, надо убивать его за Хекс. Артизий, Бласт. Нет, выживает. Так, тут у Фира огромные проблемы, и Фир... Артизий, БКБ включил, давай драться против всех. Артизий лоу ХП остался бежать, надо 77 ХП в живых остается, но Бэйн... Артизий лоу ХП умирает, Бэйн минус, минус 2 уже. И парак падает. Так, он теряет Айегис, конечно, в Этернал Энви, но малой кровью отделались ребята из Клэуд Найн, но и сейчас будут продолжать... или не будут? Пайлайдайд ультанул, а у Сингсинга ульты нету. Он его бездарно абсолютно потратил. Айсволл, хороший айсволл, Пайлайдайд уже прыгивает, шикарно получилось, минус 2. Универс, хватает Сингсинга, надо убить его вместе с Артизией, Артизия летает, прыгает, БКБ пока у него нету, просто мансит, Сингсинг, БКБ уже откатилось. Ну, параки. Да, минус мид, и на самом деле все идет к тому, что это уже гудки для Клэуд Найн. Ну, не так изи им, собственно, дается эта карта, все равно какая-то война происходит, кого-то даже умудряются еще и забрать. Ну, слишком поздно начали выходить в размены ЕГЭ, как-то вот это вот огрызаться после такого преимущества, которое набрали Клэуд Найн, но очень сложно. Многое слишком позволили Клэуд Найн в начале. Это лодфарм после Медаса, минут 20 спокойно там находились Клэуд Найн, еще и убивали сами. Сейчас, конечно, пожимают плоды ЕГЭ, им очень сложно сопротивляться, очень-очень сложно. Ну, у Артизи, Артизи пытаются вынести, конечно, Хекс, но у него это вряд ли получится, он выкупался. Деньг у него сейчас немного, есть, правда, ультиматор, но долго-долго еще фармить. Ну, и главное, Клэуд Найн сейчас не останавливаться, не ждать, пока появятся Хексы и все остальное, надо еще один лайн выбрать и додавить. Ну да, подоштут они Энви и возьмут они сыр, сыр до сих пор лежит в курице и закончат Энви, заберет, скорее всего, этот сыр. Сатаник у Синг-Синг, да? Не, ну теперь точно Синг будет выживать в замесе, он там БКБ прожимал в самом конце, когда два героя оставались живых у ЕГЭ, ну и... Очень, очень уверенно себя чувствует Синг в замесе. Под смоком атака от ЕГЭ, внезапная атака, если сейчас быстро кого-то забрать, то можно еще какое-то количество времени себе выиграть, но отступают, или не отступают Клот Найн. Они тоже, в пятером и тоже будет смок. Да, да, смок на смок, давай, встреча года. Так, пальцы тут Бэтрайдер и... Улетает Форстаф, прыгают на Бэйнов, через Форст Бэйн будет его забирать, Глаз Кептер, Фир влетает тоже, и Артизи начинает под БКБ раскастовываться, Новый Год от СиЭмки, Мека, все хилится, Синг-Синг БКБ прожимает, ау, я отъехал, но минус два уже у Суппорта у ЕГЭ. Ну и тут кончается Сланд, собственно. Да, улетает, конечно, Артизи, улетает Юниверс, но 3 в 1. 3 в 1, у Фира нет байбэк, и надо заканчивать. Надо идти заканчивать. Да, ну и стремились. Клауд-9 через мид, я думаю, на низ. Артизи пытается как-то дефать, в кулдауне у нее БКБ, в то время как зайдут в Клауд-9. К Попейде, к Попейде стремятся Си-9. Ну и да, пойдут они сразу на низ, крипы уже есть на базе, поэтому не будет этой бэкдор протекции. Еще могут зацепить Бэтрайдеры, но вот... Это как-то по своим, Боун-7. Боун-7, да, по своим фальтанул, не получилось немножко. Так, ну, кстати, выжил уже Бэйн, появится вина мансера, можно будет подраться. Артизи влетает и вылетает. Энди получает линку от своей ЦМ-ки. И хиксанули! Кинули Бэйна, торнадо. Но тут без шанса, конечно. Боже, какие Коги потрясающие стоят от Боун-7. Он, вот, однозначно, отличное применение этим Когомон находит. Так, тут ловит Синг-Синга, будут проблемы Синга, но, скорее всего... БКБ. А, это с первого Сон еще. Неужели отойдут? Лоу, Клаут-9. Паракиш остались только, ну. Да что отходить-то? Есть все. Батайлер рывается, в Энви хватает. Артизи под БКБшкой тоже. Энви все еще живет слишком плотно, и он. Артизи, Слип, хорошо, и цепляет его Клейп. Да, но это один в один. Лоу-хпшная команда ЕГЭ. ППД, конечно, никуда не уйдет. Байбэк делает, конечно, Энви. Но байбэк в команде ЕГЭ нету. Да, и Фильс сейчас отъедет. Или нет? Шатудэнс в кулдауне, скоро появится у него Шатудоблейд. Но там есть, конечно же, гемы, поэтому эфир никуда не уйдет. Фростбайт, четвером его диздабьют. Да, ГГБ. Должно сейчас прозвучать. Ну, вторую сту... Да, ГГБ. Артизи. Дожали такие Клауд-9 своих оппонентов. Дожали. Да. Ультует, раскастывается Синг-Синг, и это... Победа. Так, сейчас я быстренько включу логотипы. Надо ввести на сайте всякую эту... Ересь, чтобы у нас обновленная была таблица. Так, мы против Синг-Синг. Так, матч-резалт. Ну, пока тогда скажи, что вообще можешь рассказать. Ну, какие выводы можно вынести из этой игры?